Итак, ребятки, сегодня распродажа, хороший магазин Ковхов, и я себе кое-что купила в распродаже для поездки на море. Обожаю кепочки, ребяточки, и вот с такой шарой тоже к ней подходит, посмотрите, и белый бикини или еще что-то такое. Обожаю кепки, просто кепки это мое, люблю, опять говорю, мне не нужно сейчас писать, вам плохо, вам не идет, мне самое главное, чтобы мне нравилось. А если вам не нравится, ну, я ничего не могу сделать, у каждого свой вкус, мне тоже много чего многих не нравится, но, можно сказать, свое мнение, мне лично сказать, не нравится, но как мне начинают учить в моем возрасте, это вообще, ну, просто смешно, ребятки. Я просто делюсь своими покупками, что я себе купила. Итак, льняная шаль, там постоянно мне нужен шаль, потому что потеешь, куда бы ни пошел, а там может простыть, потому что вентилятор, еще что-то, и у меня вот такие всегда шали, я обожаю. И зельна, шикарный цвет, офигенный, можно тоже на голову одевать. И точно такая же льняная шаль, такой розовом пинке оттенки. Я часто так ношу на пляже, с розовым пинком у меня есть бикини, и получается классно. К нему я купила, ну, просто у меня сейчас высокая прическа, не так красиво, и сегодня уложено, но это здорово, красиво смотрится, с очками красивыми. Я тоже купила вот такую сумочку на пляж за 7,50 евро, считаю, классно, красиво, недорого, стоила на 25. Ребятки, что еще купила? Купила себе такой для пляжа, вот такой вот браслет, он стоит, его не удешевили, 25 евро. Такой, это в дорогом магазине, и к нему вот это удешевили, вот такое красивое, мне очень нравится на волосы. С таким розовым точно классно смотрится. Получается вот так, но, опять же, на загорелом теле, не в этой одежде, в купальничке розовом. И смотрите, девчоночки, и вот шаль к этому будет. Вот так вот, я обожаю подбирать все, очень люблю. И вот. Хотела сказать, вот недавно я выставила комбинезончик на пляж, который я купила себе, итальянский. И мне столько много людей написали, так сказать, 50% написали понравилось, 50% нет. В основном написали, мне вообще чушь написали, 25 евро такое стоит, но это чушь из хлопка, этого египетского хлопка, из шикарной ручной работы. Их только выпускают по 3-4 штуки. Ну ладно, люди не понимают, есть ли, но зачем человек, если не очень хорошо понимает моди, вот. Зачем? Я очень всю жизнь слежу за модой. Не потому, что я, вот это мне, я прям зациклена. Не, не, не поэтому, потому что мне просто хочется, мне нравится и все. Я не только, у меня много классических вещей. Так вот, самое главное, не это даже. Каждый пусть живет, я вот всех вот, я никого не учу. Вот заметьте, если я что-то показываю, ведь я могла бы тоже учить, что все, вот скажите, среди нас, кто подписан на меня, все модницы, все это. И мне чуть не половина людей, которых я выставила видео, писали, это не для вас, это все такое, в таком коротком. Я вот спрашивала, я постоянно живу, очень много на море и жила, и все, и где только не жила. И там и русскоязычных очень было много. Вы видели когда-нибудь женщин, даже в 70, а я, ясное дело, у меня еще шлисть, нет, чтобы они и фигура позволяют, чтобы они, тем более у меня не вульгарно, здесь закрыто, только плечики немножко открыты, чтобы женщины на пляжах или в кафе на пляжах одевали себе чуть не пронжу. Вы когда-нибудь слышали? Я 80-летний даже не видел, наоборот, очень много русскоязычных, но одеваются, но я бы сказала, честно говоря, мне бы стыдно было так одеваться. И вот многие такие люди как раз мне пишут, вот самое интересное. Так это тоже даже не самое главное, а самое главное, другое, ребят. Ну, там говорят, вы в старой и так далее и тому подобное, а что, разве, может быть, молодой, а выглядит как старой, здоровыми ляжками, и они одевают еще коротко и так далее. Разве значит, что самое главное, что у женщины было с собой комфортно, чтобы она для себя и ее мужу нравилась, и ее парня, или мужчина, и ее друга, а я не должна всем нравиться-то. И я-то никого не учу, я показываю только мои обновки и радуюсь, тем более я распадажи купила, классно, прикольно. Не может быть человеком все у всех одинаковое. Можно сказать, можно быть культурным человеком. Вот вы ищете всегда, по мне, то у меня плохие там моя помада, то бровень тебе, то-то. Ну, вот я сказала, а я кайфую от моих бровей. И что? Нравится мне, тем более это мне сделала женщина, очень известная, татуаж, вот, мне нравится моя губная. Почему я должна делать то, что вам нравится? А я бы, может, сказала, ну, катастрофа на вас, это, но я никогда не скажу, потому что это культура человека. Я могу сказать просто, мне это не идет, вот так можно сказать. Но говорить вот, тебе не идет, ужасно, ты такие, ноги, ноги. Что ноги? Нормальные ноги. Я многих миллион, у меня ровные ножки, и мне все мужчины часто говорили, и до сих пор говорят, и такие спортивного типа. Мне висит у меня, хотя я не говорю, что там что-то такое. И я очень редко ношу короткое, это не оправдывание, просто поражена. Я очень редко ношу короткое, только на пляж в основном. Или там иногда вечером, ну, если с мужчиной, там у меня длинные тогда сапоги, на низком каблуке длинные сапоги. Я очень люблю, что-то продолжение ноги идет, а не потому что сразу, ой, это уже а вульгарно. Значит, на высоком не вульгарно, а это вульгарно. Так вот, и мне что-то такое говорить, а полусапожки они обрубают ногу, если ты в юбке. Так вот, и что я хочу сказать насчет, так я-то никого не учу. Почему меня все ему учит? Человека, который, ну, очень хорошо одевается. Зачем я-то вас не вижу, вы же не передо мной стоите, это нечестно. Вы можете сказать опять же, я бы не одела, мне такое не идет. А каждый должен решать за себя. Ну, мне начнут писать оскорбление. Ребят, ну, это неуважение к блогеру, неуважение не только к блогеру, любому человеку. Да и я, когда я хожу на пляж, мне 80% не нравится, как люди одеты. Кстати, самое главное, вот мне пишут слишком коротко, для пляжа слишком короткое. Так, вот это вот был каминезочек, который я показывала в коротком видео. А для меня, если у тебя более-менее нормальные ножки, лучше короткие шортики на пляже одеть, если тебе нравятся короткие. У меня не такой высокий рост, если я надену длинный, я буду смотреться просто безобразно. Как вообще придурочная какая-то. Ну, честно, вот так я буду выглядеть. А для меня, например, стыднее, когда многие женщины от 50, 60, 70, зная с большим весом, и не только с большим, у них все дряблые руки внутренней стороны, и они все носят абсолютно платье без рукава. Мне, например, стыдно показывать мои руки, почему все лежа на пляже, я всегда перекрыта. У меня есть или баррель, или шали, или у меня какие-то кафтаны. Я всегда, никогда не показываю себя на пляже, раздетая полностью. Мне вот это смешно. Люди с висячей кожи показывают мне, тоже могу сказать, ну, не стыдно вам, а ведь таких, ну, 70%, которые в возрасте, ну, я говорю, это ихняя жизнь. Они должны так жить. Мне было бы стремно, и мне стыдно. А мне, а им, значит, стыдно, потому что эти некрасивые ноги. А у меня нормальные для моего возраста ноги. Нормальные, лучше многих даже молодых. Вот, конечно, не самых лучших нормальных женщин. Так что это просто смешно. Продолжение следует...